Всем привет, с вами Евгений Вячеслав на канале магазина Airsoft Rus и сегодня мы посмотрим на новую линейку пистолетов Glock от King Arms. Многие из вас знают King Arms как производителя AEC-M с качественным корпусом. А вот Glock в их исполнении темная лошадка. Давайте разбираться, что это за пистолеты, как они работают и с чем они совместимы. Итак, ко мне в руки попали 4 модели, которые отличаются формой слайдов и цветом рамки. Рамки бывают черные и в цвете темная земля, то есть Dark Earth. Каждый пистолет упакован в специальный мешочек. Если честно, я в первый раз вижу, чтобы так были упакованы Glock. И в этом, наверное, даже есть смысл. Когда пистолет находится в мешочке, меньше шансов, что в него попадет грязь или пыль во время транспортировки. Слайды и внешние стволы выполнены из алюминиевого сплава с последующей фрезеровкой. Дизайнеры King Arms были явно под впечатлением продукции Agency Arms и Tarant Tactical. На слайде и внешнем стволе явно читаются элементы дизайна в стиле этих тюнинг-мастерских. Выбрасыватель выполнен в виде имитации, то есть это не отдельная деталь. Габариты слайдов стандартные, поэтому пистолеты отлично помещаются в пластиковые кабуры от боевых Глоков. Например, в кабуру Альфа они отлично помещаются. Рамка стандартная третьей генерации. Маркировки отсутствуют. Единственная маркировка, которую я нашел, это 9х19 на внешнем стволе. Модели имеют тактикульные названия – Hybrid Special и Urban Combat. На модели Urban Combat прицельные приспособления покрашены светонакопительной краской, благодаря чему точки хорошо видны даже при слабом освещении. На внешнем стволе есть резьба для крепления глушителя. К сожалению, резьба не стандартная М11, а скорее всего М12. Соответственно, сюда не получится установить стандартные пистолетные трассерные насадки. Придется заказывать переходник. Органы управления полностью повторяют Глок от Tokyo Marui или VE. То есть спусковой крючок с полностью рабочим автоматическим предохранителем, сброс затворной задержки, кнопка отмыкания магазина и механический предохранитель в нижней части рамки. Разбирается пистолет точно так же, как и все остальные Глоки. Жмем на фиксатор затвора и снимаем слайд. Внутреннее устройство полностью повторяет Глоки от VE. Направляющая с возвратной пружиной алюминиевая с резиновым стопором. Камера Hop-Up стандартная с регулировкой с помощью колеса. Газовая камера выполнена из красного пластика. УСМ аналогичен Глокам от VE. По крайней мере я не смог найти каких-то отличий. Так как внутреннее устройство полностью совпадает с Глоками от VE и Tokyo Marui, логично предположить о полной совместимости магазинов. На практике оказалось, что Глок от King Arms отлично работает с магазинами от Tokyo Marui и VE. Можно сказать, что даже лучше, чем с родными магазинами от King Arms. А вот пистолеты от VE и Marui нормально работать с магазинами от King Arms отказались. Такое ощущение, что им просто не хватает силы полностью пробить клапан. Более того, при температуре окружающей среды под 30 градусов давление в магазинах повышается. И клапан родных магазинов от King Arms не получается нормально пробить даже из пистолета от King Arms. Лично я порекомендовал бы в принципе использовать Глоками от King Arms в магазины от VE. По крайней мере такие выводы можно сделать из тестового отстрела. С одной заправки магазина газом удалось отстрелять 2,5 минуты. По результатам первого отстрела можно сказать, что King Arms сделали вполне себе работоспособные Глоки на базе архитектуры от Tokyo Marui. Но почему-то лучше всего они работают с магазинами от VE. Фрезерованный затвор оказался очень удобным для перезарядки за переднюю и заднюю часть. С точки зрения цены King Arms находится где-то посередине между Глоками от VE и Tokyo Marui. Ссылки на все модели я оставил в описании к этому видео. Как всегда предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!